Торжественная линейка в Солнечном знаменует старт военных сборов воспитанников кадетского корпуса. Символично, что состязание проходит именно сегодня, в день рождения Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Мы впервые проводим такие военизированные сборы. Раньше мы проводили по учебным группам, по курсам. Теперь же мы решили собрать весь кадетский корпус. Началось для них все это неожиданно. Утром поступил условный сигнал тревоги. И они должны были прибыть, назначены время с вещами для того, чтобы выйти на пункт дислокации. Что мы и сделали успешно. Между кадетами четко распределены роли. Дмитрий Коваленко отвечает за безопасность товарищей. Стоит в почетном карауле. Он патрулирует территорию. Я в кадетском корпусе уже учусь пять лет. Три года я учился в группе МЧС. Поэтому для меня это уже девятый полевой выход. Каждый год производится по два выхода. Вот в этом году, сейчас в сентябре, для меня это девятый. Но лично для меня это уже обыденное дело. Потому что я привык к таким ситуациям. Выживать на улице. Обустраивать лагерь для себя и для своих окружающих. Поэтому мне все нравится и мне привычно. Сотрудники полиции организовали для парней мастер-класс. В кадетском корпусе два профильных класса, где готовят ребят к службе в МВД. А теперь у них появилась возможность почувствовать работу в органах, что называется, на себе. Особенно привлекла внимание криминалистическая лаборатория. Молодые люди не только узнали о специфике работы эксперта-криминалиста, но и познакомились с оборудованием, с помощью которого проводятся исследования. На мастер-классах программа не заканчивается. Ребятам еще предстоит показать себя в сборке, разборке автоматов, в вокальных номерах. Все испытания конкурсные. Лучшие в личном и командном зачетах получат памятные дипломы и призы. Итоги подведут на третий день сборов. А после ребята вернутся к стандартному учебному процессу. Полина Болтова, Илья Тырса, Александр Кобзарев. Область новостей. Автомобили у вас по 3. Номера А0249. Привлечься к обочине.